всем большой привет я очень рада видеть вас на своем канале сегодня я отвечаю на ваши вопросы которые вы мне задавали буквально два-три дня назад в инстаграм вопросов было очень много я постараюсь на все ответить ответить покороче чтобы не затягивать видео но мне кажется вопросов настолько много что видео в любом случае будет длинным сейчас я открою все все вопросы сейчас покажу под каким фото вы мне их задавали под этим фото в инстаграм и сейчас мы посмотрим первый вопрос так первый вопрос от риты mary cool 22 как ты относишься к людям тихушникам которые в глаза улыбаются спиной поливают ты веришь в настоящую женскую дружбу про женскую дружбу да я верю в настоящую женскую дружбу у меня есть лучшая подруга и я к ней отношусь очень тепло как к родственной душе мне кажется она уже моя родственная душа и я могу с ней болтать очень долго обо всем и ни о чем и я верю женскую дружбу есть у меня также подруги которые с детства еще остались которыми мы привели и школьные годы но таких очень мало и есть просто подруги которые именно с раннего с раннего детства мы также общаемся редко встречаемся но тем не менее встречаемся есть приобретенные подруги но они близкие могу сказать что хорошие знакомые также мы иногда встречаемся общаемся и переписываемся также поэтому я верю в женскую дружбу но самая единственная подруга у меня только одна так и люди тихушники которые в глаза не могу сказать таким людям я отношусь скорее всего негативно и я считаю что если есть такие люди которые за спиной что-то у тебя говорят то лучше либо игнорировать таких людей и не обращать внимание прекратить полностью общение с такими людьми и больше никогда о них не вспоминать тем самым вы не будете отвечать на конфликт и не провоцировать его дальнейшее развитие ну и в принципе вам будет гораздо спокойнее и этот человек он тоже успокоится и все будет хорошо поэтому я таких людей игнорирую и не общаюсь такими людьми не люблю таких людей так следующий вопрос расскажи про работу какая сфера для тебя привлекательна какой из мест работы стала для тебя самым запоминающимся и почему сфера красоты меня привлекательна в работе сфера макияж визаж какая-то косметологическая сфера и у меня была такая любимая работа два года назад я работала в очень красивом салоне красоты помощником косметолога я делала процедуру также клиенткам но не аппаратные которые может делать только врач косметолог у меня нет медицинского образования поэтому я делаю такие какие-то легкие процедуры маски легкие пилинги легкий массаж в общем подготавливала все чтобы врач косметолог уже пришла к определенному времени и делала уже такие более сложные процедуры мне эта работа очень нравилась у нас был очень хороший хозяин салона который старался для нас для работающих там девочек коллектив у нас был очень хороший и мне кажется это была идеальная просто работа высокооплачиваемая с очень хорошим графиком в общем все было идеально но потом впоследствии пришлось продать половину салона и новый хозяин сделал все чтобы старый коллектив уволился и он набрал свой коллектив поэтому не буду я сейчас углубляться в эту тему в общем такая работа была и я бы с удовольствием работала на такой работе в сфере именно косметологии красоты ну связано что-то именно с красотой это вот прям мое и такая работа она мне была в удовольствие и я знаю что есть такая работа которая может приносить удовольствие вот это очень здорово если у вас в жизни такая хотя бы была работа у меня была и я была очень рада так следующий вопрос как проходила адаптация к детскому саду в каком возрасте пошел сын в сад в три года отдали тебя в три года же да мы отдали я не знаю отдали мы в три года в сад и он походил немножко совсем сильно заболел и так дальше у нас все начали развиваться болезни три дня походит месяц болеет и если за год он отходил у меня месяц ровно в сад то это очень хорошо четыре года я забрала документы и с тех пор не ходил в сад но у меня ребенок ходил в музыкальную школу у меня ребенок ходил в ДК в бассейн в подготовку также к школе поэтому я думаю мы заменили посещение сада вот этими всякими дополнительными занятиями куда мы ходили и плюс также у нас в доме есть дети одногодки с которыми у меня ребенок с удовольствием общался и до сих пор общается поэтому в общении не было такого дефицита адаптация когда только отдали в сад прошла просто идеально точнее вообще без каких-то капризов просто воспринималось как должно что если надо значит надо и нравилось в саду так дальше Машуль Курбатова спрашивает во сколько ты ложишься спать и встаешь спешли днем днем никогда не сплю и не спала я даже не знаю сколько уже никогда такого нет ложимся мы сейчас раньше мы ложились раньше сейчас зимой тоже наверное будет раньше не знаю как будет сейчас вот в данный момент мы где-то пол двенадцатого ложимся в двенадцать пол первого это наверное максимум в час тоже несколько раз было мы смотрим фильм просто с мужем практически каждый день каждый вечер и ложимся поэтому поздно ребенок у меня когда он ходит в школу ежедневно ложится в девять в выходной день в субботу перед воскресеньем он ложится в десять то есть на час позже я разрешаю так следующий вопрос Анатуля спрашивает могу ли я в торговый центр выйти с ярким выраженным броским макияжем или предпочитаешь естественность я предпочитаю выходить так делать акцент либо на глазах либо на губах если яркие губы то только реснички например ну брови обязательно если яркие глаза такой смоки в коричневых тонах либо в серых либо в темных каких-то черные я вообще не использую макияжа то значит губы либо блеск либо вот такие как у меня сейчас очень бледные такие розовые ну какой-то ньют либо лиловый под цвет губ ну что-то такое нейтральное и вообще предпочитаю больше такой легкий макияж сейчас без стрелок как у меня сегодня выполнен выключи машинку пожалуйста машинка постирала пищит отвлекает меня в общем предпочитаю легкий более такой макияж реснички немного теней в таких естественных тонах вот тоже наподобие сегодняшнего макияжа без скульптора раньше я прямо в одно время увлекалась очень скульптурированием бронзером сегодня просто такие легкие румяные и все больше как-то вот светлые макияжи сейчас люблю дальше вопрос от леси лесечка привет тебе большой очень рада тебя видеть как можно так сказать но через экран я имею ввиду все равно я как будто с тобой сейчас общаюсь отвечаю на вопрос так вопрос про похудение придерживаешься ли ты в празднике правильного питания когда дни рождения могу сказать так что в какой-то степени придерживаюсь в какой-то степени не придерживаюсь если есть какие-то салаты с майонезом или еще с чем-то вредным каким-то составляющим с картофелем там или еще с чем-то я могу себе положить такой салат но совсем немного и также остальные какие-то продукты которые я в обычной жизни не ем а также могу поесть но немного всегда стараюсь помнить что не нужно объедаться нужно как-то ограничивать себя я очень люблю шашлык я очень люблю рыбу и очень мне нравится с овощами с каким-то с острым соусом вот это вот я могу поесть это неправильно например шашлык из свинины я его очень люблю но я его стараюсь не кушать потому что это вредно и лучше из курицы я поем шашлык бывает ли такое что хочешь сорваться в чем слабость у меня например слабость к сладкому бывает такое что я хочу сорваться но к сожалению или может быть точнее даже к счастью сорваться не на что мы не покупаем практически никакие сладости кроме зефира кроме пастилы или еще чего-то такого ну не вредного поэтому даже если мне хочется чего-то сладкого или вредного съесть то просто у нас такого дома нет поэтому я не могу себе ничего такого позволить съесть это самый лучший способ избежать срывов просто не покупать те продукты от которых будет какой-то вред вашему организму если вы что-то хотите съесть вредное это значит вы просто голодны вам нужно съесть что-то вообще абсолютно любое желательно белковое чтобы почувствовать сытость какую-то тяжесть на желудке и у вас вообще любое желание есть пройдет лучше вообще не покупать такие продукты которые можно съесть и потом себя корить и страдать из-за того что вы что-то съели какой вес для тебя будет финишным идеальный бы вес у меня как бы мне хотелось не знаю получится или нет 58-60 кг при этом весе я носила 40-42 размера это мой был самый идеальный вес это был у меня после родов и до 2 лет пока сына 2 не исполнилось потом я начала плавненько плавненько выправляться сначала у меня был 58 потом 60-61 с половиной потом через пару лет 65 и вот так вот он постепенно не резко у меня не было резкого никогда набора веса все было постепенно и сейчас у меня так же он уходит очень медленно постепенно но я с собой сейчас очень довольна так следующий вопрос от Натули от Натули уже был вопрос она еще здесь задала есть ли привычка дурная не в смысле сигареты и вино а может негативные мысли от чего хочется избавиться не только в физическом плане но и в душевном так про сигареты и вино кто-нибудь у нас курит в семье? нет никто? нет папа не курит? а я? нет в общем муж раньше курил когда еще не родился сын как только родился сын муж сразу бросил и уже 8 лет благополучно даже раньше он по-моему бросил и не курит молодец очень я вообще никогда не курил и никогда не собираюсь это делать это очень вредно для организма я вообще против вредных каких-то привычек но если они есть то в меру должно хотя бы быть на счет алкоголя я мы практически никогда не покупаем алкоголь если это вино то мне нравится красное полусухое или крас calor полусладкое белое если то тоже полусладкое ну чаще мы покупаем красное если говорить про частоту покупок то у нас как-то бывает несколько раз мы покупаем красное про крепкий алкоголь я могу позволить пару раз может быть даже реже в год Выпить крепкий алкоголь в виде коктейля Но ни в коем случае не в чистом виде И в виде коктейля так, чтобы он там не чувствовался абсолютно Чтобы я пила как сок или как еще что-то Разные вот эти коктейли Так крепкий алкоголь я никогда не смогу выпить даже Чисто физически От каких привычек хотелось бы избавиться Я очень переживательна, наверное, по мелочам Вот даже мы сейчас отдали шторы подшивать и тюль И я переживаю, как бы их подшили Ровно подошьют, неровно Столько ли сантиметров, сколько мы отмерили Как это все будет в ателье Все ли нормально подойдет, когда мы повесим И вот когда они будут у меня уже на руках Когда мы все уже повесим, все будет висеть Я буду видеть, что все хорошо Дай бог так и будет Вот тогда у меня будет уже, я успокоюсь Вот мне хотелось бы от такой, наверное, перебор у меня вот этих вот переживаний По всяким мелочам Именно пока вот я не вижу, что все хорошо и не успокоюсь Вот хотелось бы как-то немножко поменьше бы этого было А так, в принципе, больше, наверное, нет у меня таких привычек Следующий вопрос Почему ты решила снимать видео? Даже, если честно, не знаю, хотелось попробовать Когда-то я случайно нашла, забрела, точнее, на YouTube И увидела какое-то видео, связанное с косметикой Что рассказывают про какие-то органические, по-моему, новинки Или еще что-то И я подумала, я вот только тоже сделала заказ органической косметики У меня много всяких тоже средств для волос И почему бы мне тоже не рассказать И я, по-моему, либо в этот же день, либо на следующий Села, поставила камеру на стол И начала тоже что-то рассказывать У меня это не очень хорошо получалось Это я сейчас понимаю Я как-то странно себя чувствовала Но мне потом понравилось И мне захотелось продолжать Вот, в принципе, до сих пор я снимаю видео Следующий вопрос Веду ли я ежедневник или еженедельник? Ежедневник не веду У меня просто несколько блокнотов Штук пять, наверное Они лежат в разных местах Потому что я все время забываю В каком у меня в данный момент Что какие-то записи идут И блокнот у меня всегда лежит в сумке Я пишу расходы наши На что необходимо в этом месяце Что купить, на что потратить Сколько заплатить Какие продукты Ну, в общем, такое, да Я веду Именно как учет, наверное, средств И что-то в таком плане В каком-то блокноте записываю заказы В каком-то стихи Какие-то мысли Ну, в общем, разные блокноты Но это не ежедневник И не еженедельник Так, поехали дальше Дальше, дальше Также вопрос Как решила стать блогером? Как повлияло на вас это занятие? Как решила стать Вообще абсолютно спонтанно Я уже ответила только что недавно Это у меня просто Я даже не собиралась становиться блогером Мне просто хотелось попробовать Как это будет Как другие рассказы Мне тоже хотелось попробовать Получится ли у меня Будут ли меня смотреть И вообще, что из этого выйдет Я даже и не подозревала Как повлияло на меня это занятие Очень сильно повлияло На самом деле Повлияло Точнее, изменило меня Мне кажется В корне полностью Я стала гораздо Сдержаннее Я стала гораздо лучше За собой ухаживать Я Можно сказать Полюбила маникюр Я вообще никогда раньше Точнее, я очень не любила Красить ногти И сейчас У меня тоже они не окрашены Но только вчера я их стерла А так я буквально через день Делаю маникюр Крашу ногти Но вот сегодня Я без маникюра Ну как Без лака Маникюр у меня сделан Я стала гораздо тщательнее ухаживать За своими волосами За кожей Как-то не знаю Мне кажется Я стала говорить по-другому И выглядеть тоже по-другому Изменился мой макияж Который раньше я делала более ярким Сейчас Может быть это не только из-за ютуб Это может быть просто с возрастом Но мне кажется Все-таки ютуб на меня Очень положительно повлиял И влияет дальше И в плане одежды выбора И в каком-то развитии Мне хочется быть лучше Мне хочется что-то делать лучше Качественнее Ну не знаю Насколько у меня это получается Но я думаю Что ютуб на меня Очень положительно повлиял в итоге Следующий вопрос Есть ли у нас любимый праздник И есть ли какие-то семейные традиции У нас есть семейная традиция Встречать Новый год Именно под бой курантов дома Какие бы планы у нас не были Но именно бой курантов Мы должны встретить дома А потом можем уже куда-то идти Также отмечать В какой-то клуб, кафе Куда угодно Где заранее нужно обязательно Конечно же бронировать Но именно такой вот момент Что загадать желание Под бой курантов дома Обязательно со своей семьей Своими близкими Вот это вот у нас такое есть По поводу других праздников Мне кажется нет Мы на все праздники На все дни рождения Стараемся собираться Нашей всей общей большой семьей У нас достаточно большая семья И мы собираемся Много людей Много готовки Много еды Но в то же время Видеть всех Это очень приятно Так как это происходит Не так часто Когда мы все собираемся Вот именно праздники Мы стараемся все-таки Как-то объединяться Так, следующий вопрос Уже не вижу Где я все нашла Так, Анютка спрашивает Анют, Анна Белли Большой тебе привет Мы с тобой общались Совсем недавно как раз И она спрашивает Как относишься К проплаченным видео И согласилась бы Участвовать в подобном Я когда прочитала Этот вопрос Я немножко не поняла И я даже спросила Что хочу уточнить Проплаченным в плане Что рекламодатель платит За твой обзор деньги Или в том плане Что он платит деньги За то, что именно Нужно сказать видео То, что хочет рекламодатель Вот во втором случае Я в таких видео Никогда бы не согласилась Участвовать То есть, чтобы, например Что-то нужно было Как-то расхвалить Какой-то продукт За определенную сумму денег Был у меня такой случай Когда мне предлагали Это было этим летом Это был один раз И мы обсуждали это с мужем И он сказал Ни в коем случае Не делай этого И я тоже склонилась к тому Чтобы не делать И я отказалась Отказалась буквально Через два дня Когда мы уж точно обсуждали Я говорю, я не буду это делать И он сказал, что он меня полностью поддерживает Что нам не нужны такие деньги Заработанные именно таким способом Я, конечно, не знаю Хороший ли был этот продукт или нет Я его не соглашалась взять на тестирование Но я просто отказалась Не пробуя Потому что, если бы это был, например, плохой какой-то товар Или продукт А мне нужно было бы сказать, что это хороший Поэтому в таких мероприятиях я не участвовала И не собираюсь участвовать А в плане денег за обзор, за рекламу Мне, к сожалению, пока еще не предлагали Но я бы согласилась, если честно Сейчас, если присылают какой-то товар на обзор То ты делаешь обзор за этот товар То есть товар остается у тебя И ты за компенсацию просто рассказываешь об этих продуктах Я рассказываю всегда свое мнение Если мне нравится продукт, если он мне подошел Не вызвал никакой аллергической реакции Или каких-то нехороших последствий После него не было Я всегда говорю, что продукт хороший Если что-то не подходит, я тоже об этом говорю Поэтому это абсолютно честно И денег за такие обзоры никто не платит И мне, по крайней мере, еще такие обзоры не предлагали Так, ну это был последний, кстати, вопрос Мне тут просто девочки пишут Много девочек Приятные слова Спасибо вам огромное И это был последний вопрос Это были все вопросы, которые вы мне задавали Если вам интересно что-то обо мне узнать То пишите под этим видео Я постараюсь ответить либо вам в комментариях Либо также сниму через какое-то время Тоже такое блатологическое видео С ответами на ваши вопросы На сегодня я буду с вами прощаться На сегодня это не первое мое видео Которое я снимаю Я надеюсь, что вам было со мной интересно Всем пока До скорой встречи в новых видеороликах Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить Всем пока